2005 год. Белгородская область. На пульт дежурного пожарной службы Старого Оскола звонок с призывом о помощи поступил в начале третьего ночи. Взволнованный женский голос сообщил, весь подъезд жилого дома охвачен дымом и пламенем. Прибывшие на место пожарные констатировали. Звонившая, к счастью, преувеличила масштабы трагедии. Жители дома 51, микроорган Олимпийский, города Старого Оскола, обнаружили в своих квартирах запах дыма. Когда люди вышли на улицу, посмотрели, увидели, что горит квартира, расположенная на восьмом этаже данного дома. Пожарные разобрали лестницу и за считанные минуты проникли в горевшее помещение через окно. Вся квартира была окутана густыми клубами дыма, но профессионалы быстро нашли на полуспальне человека. Неизвестный лежал в неестественной позе, поджав под себя ноги и прикрыв голову, как бы защищаясь от ударов невидимого нападавшего. Спасатели бросились на помощь Погорельцу. При эвакуации пострадавшего из помещения вынесли на балкон и попытались оказать медицинскую помощь пострадавшим. Но в результате чего было обнаружено, что у него перерезано горло. Пожар быстро потушили. Оказалось, что пылали только занавески на кухне и в спальне. На хозяйской кровати, рядом с которой обнаружили труп, ляли простыни. К осмотру нехорошей квартиры приступили оперативники. Когда приехали мы на место происшествия, мы не могли определить, были ли там следы борьбы. Почему? Потому что был очаг возгорания. На полу в грязных лужах воды лежали обгоревшие простыни, разбитая посуда, предметы одежды. Что из этих вещей могло представлять ценность для следствия, определить было невозможно. А толстый слой копоти, равномерно покрывавшихся предметы в квартире, окончательно лишал оперативников надежды найти хоть какие-нибудь улики. Место преступления опечатали. Тело мужчины отправили в городскую морг на суд медэкспертизы. Но прежде убитого опознали. Жильцы дома, разбуженные и перепуганные, уверенно заявили, это их горе-сосед, хозяин квартиры на восьмом этаже Сережа Нинашев. Сергей вырос в благополучной семье. На радость родителям учился прекрасно. Был дисциплинированным, добрым и талантливым мальчиком. Окончил художественную школу. Успешно занимался в юношеской секции бокса. Не раз становился победителем школьных олимпиад и спортивных соревнований. Но молодой человек, получив аттестат о среднем образовании, не стал поступать в институт. Его выбор – служба в армии. Вожительный парнишка был. Тем более служил он в ВДВ, в Чечне служил. Боксер сам. Что я могу сейчас сказать? У него жена была, двое детей. Домой молодой человек вернулся сильно изменившимся. Пристрастился к спиртному, стал раздражителен и немногословен. Но для старооскольских невест он по-прежнему был желанным женихом. Семейная жизнь Нинашева не завадилась. После рождения второго ребенка жена от него ушла. Детей он теперь видел редко. Своё горе заливал в юно. Соседям всегда был отзывчивый, добрый, никогда не хамил, не грубил. Что попросишь помочь, он всегда поможет. Единственный недостаток был, что в последнее время он не работал. Ходили друзья, выпивали. Отец умер, мать тяжело заболела и слегла в больницу. Соседи Сергея жалели. Да и не походил он на тех алкоголиков, которые из своей квартиры устраивают притон. Бьют в подъезде окна, хулиганят. Накануне гибели Сергей позвал в гости товарища своего отца. Сообщил дяде Жене, как он его называл, хорошую новость. Знакомые обещали помочь устроиться охранником в ночной клуб. Завтра якобы собеседование. Внезапная смерть Нинашева потрясла всех, кто его знал. Кому мог помешать тихий пьяница? Первая версия, которая возникает при расследовании подобных преступлений, ограбление квартиры, убийство хозяина, как ненужного свидетеля, поджог, чтобы замести следы, здесь казалось безосновательной. Ну, поскольку в квартире ничего ценного не имелось, и похищать там фактически было нечего, все имущество было старое, изношенное. Сергей перебивался случайными заработками, регулярно получал пособия по безработице. Этих денег с трудом хватало на еду. А относительно ценные вещи, магнитофон, телевизор, электрический чайник, Нинашев давно пропил со своими приятелями. Ну, оставалось непонятным, почему преступники воспользовались тем, что уходя из квартиры, они ее подожгли. Исходя из опыта работы, следователи знали, что заметают следы, как правило, те преступники, которые все спланировали заранее. Чтобы организовать поджог, нужно осмысленно и хладнокровно оценивать ситуацию, понимать, что огонь уничтожит улики. На спонтанные убийства из-за внезапно возникшей ссоры это мало походило. Но дело в том, что до конца, до конца снимать ее со счетов, конечно, было нельзя, потому что в следственной практике, естественно, бывают такие случаи, когда самая неожиданная версия, версия срабатывает. Но больше упор делался, конечно, на то, что преступление совершено из каких-то личных, личных мотивов. Эту версию подтвердили шокирующие результаты судмедэкспертизы. Такого сыщики не видели еще никогда. Из заключения судебно-медицинской экспертизы на труппе отмечено не менее 20 колото-резаных ранений. Большинство из них поверхностные. Наиболее глубокий прижизненный порез на шее, в районе сонной артерии. Судя по характеру и размеру ран, они нанесены острым колющим предметом. Возможно, ножом с широким лезвием. Типа кухонного для разделки мяса. В левом слуховом проходе была обнаружена деталь, похожая на ножку от циркуля. В бруденной экспертизе было установлено, что причиной смерти явилась массивная кровопотеря. Убийца, видимо, настолько был ослеплен яростью, что не остановился перед откровенным глумлением над своей жертвой. Но кто мог так сильно ненавидеть Нинашева, чтобы желать ему столь скорой и страшной смерти? Знакомые соседи убитого в один голос твердили, не было у него врагов. Ни с кем не скандалил. Вот только разводился с супругой тяжело. Детей не хотел отдавать. Совсем недавно от него ушла жена. И из-за этого могло быть на почве этих отношений, то, что он как бы претендовал, не претендовал на ребенка. На почве этого могло весь этот скандал разразиться. Без показаний знакомой семьи Нинашева. Оксана, супруга Сережкина, на суде заявила, что безработному алкоголику малолетних детей не только не отдаст, но и видится запретит. Она сказала, что такой пример отца-пьяницы для детей во вред. Тот якобы все пропил и свои вещи, и ее. И теперь ему одна дорога. На тот свет. Оксану пригласили для беседы в милицию. Молодая женщина рассказала, что действительно, разрыв семейных отношений был очень болезненным для обоих. Сереже Нинашевым она увлеклась еще в школе. Спортивный и заводной парень не мог не нравиться девушкам. Когда он уходил в армию, провожали его всем двором. Парни с уважением жали руку, девушки плакали, некоторые даже обещали писать письма и ждать из армии. Но дождалась только она. Замуж выходила по большой любви. Однако вскоре поняла, служба в Чечне сильно изменила Нинашева. С человеком, пережившим все ужасы войны, семейная жизнь оказалась невыносимой. После беседы с Оксаной, следователи исключили ее из круга подозреваемых. У женщины не только было алиби на ночь убийства, но и мотива для совершения преступления не нашлось. Версия не подтвердилась о том, что она могла быть причастна к данному преступлению. После чего мы стали отрабатывать уже более подробно круг его общения во дворе. Там начали отрабатывать соседей. Все опрошенные, как и прежде, уверяли, никого, кто мог бы желать смерти Сергея, они не знают. Хотя кто их алкоголиков разберет, вздыхали соседи. Разве можно ручаться за приятелей убитого? Предупреждала его, чтобы был осторожным, что, Сережа, пьянки ни до чего хорошего не доведут, что на фоне пьянок могут быть всякие последствия. Тетя его живет здесь, врачом работает на микротерапевтом. Она говорит, я ему несколько раз предлагала кодироваться, полечиться, все. Но он никого не слушался. Следователи составили список знакомых убитого, нередко приходивших к нему в гости. Среди них пенсионер, грузчик, слясарь, бомж с автовокзала, студент, повариха, парочка молодых тунеядцев. Всех этих людей объединяло общее несчастье, склонность к чрезмерному употреблению алкоголя. Но откровенно агрессивных и буйных среди них не наблюдалось. Все были приглашены в милицию для беседы. Спокойно, уверенно отрицали свою причастность к случившемуся. Оказалось, что в свой последний вечер Нинашев также принимал гостей. Его сосед вспомнил, что когда ненадолго зашел к Сергею, застал там сладкую парочку. Это прозвище крепко пристало к молодым тунеядцам, Эльвире Петелиной и ее любовнику Саше Овсяникову. Настроение у всех было нормально, никаких ни угроз, ничего. Ну, ни разборок, как говорится, там ничего. Эльвира стала готовить, ну, мясное блюдо какое-то, жарить там, а что-то такое. Ну, я еще посидел и ушел спать, думаю. На работу надо было рано вставать. Но, судя по протоколу опроса свидетелей, Эльвиры и Александров в городе в тот злополучный вечер не было. Об этом заявила родственница девушки Маргарита. На следующий после убийства день оперативники приехали по адресу регистрации Петелиной, чтобы допросить ее в числе прочих знакомых убитого. Но женщина, открывшая дверь ее квартиры, заявила, Эльвира уехала к своей подруге на свадьбу в другой город еще неделю назад. И раньше начало следующей не вернется. Овсянников якобы отправился с ней. Сомневаться в словах родственницы Эльвиры Петелиной тогда не приходилось. И следователи отложили беседу со сладкой парочкой. Теперь обстоятельства изменились. Маргариту нашли и допросили. Женщина уверяла сыщиков, что непутевая родственница ее запугала. На следующее утро после убийства Нинашева Эльвира со своим дружком пришла домой, собрала какие-то вещи и приказала в случае чего рассказывать небылицу о своем срочном отъезде на свадьбу к подруге. После этого исчезла. Молодых людей объявили в розыск. Петелина и Овсянников были странной парой. Вчерашний школьник Саша буквально терялся на фоне статной и крупной Эльвиры. Их скорее принимали за мать с сыном, чем за любовников. Овсянников был он 88-го года рождения, а Петелина 78-го года рождения. Все-таки возраст в 10 лет – это большой разрыв. 27 годам Петелина заслужила дурную репутацию. В 97-м году дважды была условно осуждена за мелкие кражи. Она никогда не работала, на какие средства жила, оставалось только догадываться. Естественно, родителей Овсянникова слава его подружке пугал. Они любой ценой старались разрушить этот странный союз. Имели место даже открытое столкновение между Петелиной и матерью Овсянникова на улице, на микроорионе Олимпийский. Если она встречала их вместе, тогда просто Овсянникова хватали отец и матерью за руки, тащили его домой, Петелина отбивала его. Непослушного отпрыска выгнали из дома. Родители надеялись, поскитавшись по чужим квартирам и подъездам, он оставит свою даму сердце. Но дни сменялись неделями, недели месяцами, блудный сын не возвращался. Они не учились, не работали, ничем не занимались. Они жили одним днём. День прошёл и хорошо. Как они питались, мне даже трудно сказать. Чем сейчас занимаются Петелина и Овсянников, теперь интересовались не только их родственники. Сыщики опросили всех, кто знал эту сладкую парочку. Выяснили, что на следующий день после убийства Нинашева, Эльвира появилась у своей бывшей одноклассницы и со слезами на глазах попросила у той ключи от дачного домика. Якобы родители Овсянникова наняли каких-то бандитов, чтобы разлучить влюблённых. Им просто необходимо где-то укрыться от преследователей. К 10 часам 7 августа Петелина и Овсянников были обнаружены на даче спящими. На одежде, как у Овсянникова, так и у Петелиной имелись следы и поборки крови. Одежду немедленно отправили на молекулярную экспертизу. Предстояло выяснить, принадлежит ли кровь убитому Нинашеву. Задержанные вели себя странно. Были крайне спокойны, немногословны, нежно держали за руки и перекидывались лишь многозначительными взглядами. Их молчаливую беседу прервали. Развели молодых людей по разным кабинетам в РУВД. Допросили. Когда им уже были предъявлены конкретные факты, указаны были свидетели, которые видели их в момент совершения данного преступления по указанному адресу. Были указаны те свидетели, которые видели, когда они выходили из квартиры. Тогда, в принципе, уже были получены признательные показания. Оказалось, молодые люди понимали, рано или поздно их арестуют. Вот только сокрушались, что произошло это так быстро. Оба они написали явки с повинной, в которых оба признавались в том, что имя совершено убийство Нинашева. Причем, каждый из них писал, что убийство было совершено именно им. То есть, обсядников написал, что убийство совершил он, Петерова, соответственно, что убийство совершала она. Особенно Рьяна в смерти Нинашева винила себя Эльвира. Она начала свой рассказ с того, что идея пойти в гости к Сергею в тот роковой вечер родилась в ее голове. Любовники заглянули в магазин, купили спиртное, закуску. Хозяин встретил гостей радушно. Ничего не предвещало трагедии. «Я не хотела его убивать», плакала он в допросе женщина. «Так вышло». Сыщикам удалось восстановить картину произошедшего. Застолье, начавшееся около шести вечера, затянулось далеко за полночь. Одной бутылки не хватило. Сашу, как самого молодого, послали в ночной магазин за новый. Как потом рассказали следствию любовники, они хотели споить хозяина и, воспользовавшись ситуацией, расположиться на ночлег в его квартире. Идти сладкой парочке было некуда. «Они еще немного посидели в квартире, выпили, но, как утверждают, находились в адекватном, нормальном состоянии. После этого они попросили Нинашев оставить их, переночевать у него в квартире. Вот, поскольку, в принципе-то, они и пришли за этим, поскольку переночевать им было негде. Нинашев, Нинашев в данной просьбе им отказал». Нинашев, как оказалось, никогда и никого из собутыльников в своей квартире ночевать не оставлял. Многочисленные застолья могли длиться до рассвета, но припозднившихся визитеров хозяин неизменно провожал и лишь тогда сам отправлялся спать. Когда Сергей настойчиво попросил Эльвиру и Александра удалиться, те приняли требование за личное оскорбление. На первых допросах молодой человек признался, ярость тогда ослепила его. Он схватил из мойки кухонный нож. «Авсянник расписал, что он нанес не нашего три удара ножом в шею, причем детально описал, каким образом механизм был нанесен удар, механизм нанесения удара. То есть человек, не сведущий и сам не наносивший удар, так подробно его написать не смог бы. Но при этом умалчивал. Роли петельные. Эльвира, женщина молодая и обладающая крепким телосложением, бросилась помогать своему юному любовнику. Силы были неравны, но Ненашев сопротивлялся до последнего. И только тогда, когда по его шее полоснуло лезвие и хлынула кровь, несчастный потерял сознание. Петелина, тоже вроде бы адекватная, нормальная женщина, также присоединилась к этому, причиняла ему телесные повреждения, избивала его, а после того, как он уже был фактически без сознания, но подавал признаки жизни, взяла циркуль и циркуля нанесла удары в область ушей в слуховой проход. Убийство Ненашево было расценено прокурором как преступление, совершенное с особой жестокостью. Когда Александр Овсяников узнал, что по этой статье ему грозит более чем суровое наказание, от образа благородного возлюбленного не осталось и следа. Молодой человек заявил, что был лишь случайным свидетелем страшного преступления. Его родители наняли для отпрыска лучших адвокатов в городе, но и они бы не помогли, если бы не свидетельство Эльвиры Петелиной. Она подтвердила все слова любовника. Смерти Сергея Ненашева виновата исключительно она. Похоже, чувства молодой женщины действительно были сильны. Прокурор отказался от своих обвинений в адрес Александра Овсяникова. Среди прочего, его адвокаты предоставили следствию справку, в которой утверждалось, молодой человек давно стоит на учете в психоневрологическом диспансере. И у него еще были небольшие психические отклонения. Почему в судебном заседании, когда мы выяснили, что его допрашивали без психолога и законного представителя, поэтому исключили его показания в качестве подозреваемого. На суде родители обвиняемых сидели на разных скамьях в противоположных углах зала заседаний. Общее горе еще больше настроило этих людей друг против друга. Мать Петелины открыто обвиняла во всем семью Овсяниковых. Те, в свою очередь, проклинали Эльвиру, считая ее виновницей бед, свалившихся на их мальчика. Из дневника убийцы он не виноват. Его заставили. Это все так называемые родители. выгнали мальчишку из дома. Заставили его спать в подъезде и есть помои. Все закончилось так, как и должно было закончиться. Нас хотели разлучить и разлучили. Запугали его, сказали, что это я его предала. Вот он и сдался. Настоящий мужчина все-таки оказался маленьким мальчиком. Я не могу его ненавидеть. Я могу его только любить и прощать. Пройдет время, поймет. Привором коллеги по главным делам Белорусского областного суда Петелина была признана виновным в совершении преступления предусмотренного статьи 105 частью 2 то есть убийство умышленного причинения смерти другому человеку совершенному с особой жестокостью а также в совершении поджога сокрытия преступления Овсянников был судом оправдан Эльвира Петелина приняла приговор суда стойко казалось ее не слишком волновал тот факт что ближайшие 9 лет она проведет за решеткой видимо самое сильное потрясение и разочарование в жизни она уже пережила еще во время первого допроса она рассказала что после убийства Сергея Нинашева сладкая парочка не спешила скрыться с места преступления было установлено потом как было установлено потом некоторое время находились находились вблизи дома наблюдали за происшедшим то есть фактически они видели и прибытие пожарной пожарной службы и видели прибытие милиционеров то есть находились находились где-то неподалеку возле дома молодые люди не только любовались делом своих рук им казалось что теперь у них появилась общая тайна они поклялись что будут вместе до конца и огонь их любви не потушить но вышло иначе погасить это пламя не составило никакого труда